В Ангушетии готовится к реорганизации унитарных предприятий, которые находятся в ведении государства. До 2025 года почти все гупы и мупы должны быть ликвидированы и преобразованы в другие формы. Предстоящую работу обсудили на совещании у главы региона. Тамерлан Измайлов директором гупомага сельского поселения Сурхахи является уже 25 лет. За это время аграрий не раз показывал хорошие результаты сбора урожая. В этом же году предприятие выбилось в лидеры по уборке яровых. Около 40 центнеров с гектара. Результат за все время не рекордный, но лучший за год. Нам удалось погасить налоги, частично долги, заработную плату работникам. И мы заготовили собственные семена. И 250 гектаров мы уже дней 10 как отсеялись. К грядущим изменениям прибыльные гупы относятся с большим оптимизмом. Магасу процесс дропления и тем более ликвидации не грозит. В ведении гупа около 1000 гектаров пахотных земель. На них сеют кукурузу, ячмень, пшеницу и другие культуры. Как признается директор, предприятие справится и с большими посевами. Были бы земли. У меня было 2038 гектаров. Мы справлялись. У нас 900 гектаров я азимы сеял. Мы справляемся. Конечно, мы справимся. Будем обрабатывать, работать. Вопрос ликвидации гупов путем слияния или дробления впервые поднял глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов 20 октября на совещании с участием первого замминистра сельского хозяйства России Джамбулата Хатуова. В агропромышленный комплекс республики входят около 14 государственных унитарных предприятий. Одни из них приносят прибыль республики, другие же наоборот. Только убыток. Надо, чтобы эти земли передавались тем, успешным. И пусть успешный губ, у него будет эта земля. И будем помогать, кто будет работать. А кто не будет работать, значит, это наше право. Вот, минумущество, минсельхоз. Берите учредителей и определяйте с этими горе директорами. Семена дали, удобрения дали. А выступает по телевизору и говорит, я много потратил на удобрения и на семена. Так кто из нас этот лукавит тут? Правительство анализирует. И это будет подход такой. По окончанию, когда я увижу эти цифры, мы уже будем по-другому говорить. У нас много сел, у нас очень много населенных пунктов, где нам развивать надо. Но если мы не будем работать, как это принято, правильно, достоверно, порядочно подходить к своему делу, вот я к чему вас призываю, тогда нам пойдут навстречу. И когда мы в срок, как написано, исполним те требования, которые возложены на нас. Ведь дают деньги, говорят, пожалуйста, чтобы нам шли навстречу, мы должны идти в одну сторону с Министерством Советского Хозяйства. В одну сторону. Тогда у нас будет порядок. Причин нерентабельности, то есть убыточности некоторых группов, по словам специалистов Министерства Сельхоза, несколько. Среди них и неопределенность общего объема земель за предприятиями, задолженность перед банками по лизингу, сложные климатические условия последних нескольких лет. Много причин. Почему убыточные? Потому что не хватает средств, в основном не хватает. Приходится пользоваться заемными средствами. Потом в любом случае долг, который ты сделал с ним, надо рассчитаться, рассчитываться. Ну, уже с этого года многие группы у нас практически стали на ноги. Слияние нескольких группов в один, по мнению специалистов Министерства Сельхоза, проблему не решит. Там уверены, что лучше оснастить имеющееся предприятие современной техникой. Мы дал Эндалле вот эти отстающие группы тоже вытащим из этой ямы. И, скорее всего, мы отработаем в этом вопросе. Предложение, конечно, правильное, уместное, своевременное предложение главы. Почему? Потому что терпеть эту ситуацию уже дальше невозможно. Надо, чтобы эти предприятия были самообеспечены и зарабатывали. И, исходя из этого, там у нас несколько группов, с которыми мы будем работать. Ликвидировать группы и изменить их структуру требует не только глава Ингушетии, но и федеральное законодательство. Так, согласно закону 485 от 27 декабря 2019 года, унитарные предприятия, находящиеся в условиях конкуренции, подлежат ликвидации или реорганизации до января 2025 года. Они могут быть проданы с торгов, только с торгов. Все должно быть открыто, прозрачно. И наша общественность должна это видеть и знать, и контролировать, в первую очередь, проведение такого рода торгов. Потому что это существенная, получается, доля нашей экономики будет продаваться, либо преобразовываться в акционерное общество, либо иные формы коммерческие. Поэтому, когда это все будет происходить, обязательно общественный контроль должен быть со стороны наших общественников и вообще жителей республики. Любое заинтересованное лицо должно быть, для них это все должно быть доступно. Они должны быть допущены к данным торгам, если они заинтересованы. Какой будет форма и структура преобразованных ГУПов, пока неизвестно. Этим займется правительство республики. На данный момент рассматриваются несколько вариантов. Основное – это создание из предприятий акционерных обществ. Большая часть акций или контрольных пакетов будет в руках государства. ГУПы будут реорганизованы. 51% акций будет у государства, 49% акций будет у акционеров. Вот только остается вопрос, улучшится ли ситуация с прибылью. Ведь путем ликвидации ГУПов и МУПов власть пытается сократить степень своего влияния на экономику и стимулировать развитие бизнеса. Чем меньше участие государства в экономике страны, тем успешнее бизнес, считают в антимонопольной службе. Это делается для того, чтобы уменьшить присутствие государства в экономике. Это как азы экономики, о том, что чем больше государства присутствуют в экономике, тем это пагубнее влияет на саму экономику. Соответственно, только конкуренция может рождать лучшие продукты за лучшие условия для потребителя. Поэтому в нашей республике предварительно план такой составлен. По 485 закону до 2025 года стоит задача ликвидации всех унитарных предприятий. К этому времени не должно быть не только унитарных государственных, но и муниципальных предприятий. В общей сложности в республике их более 60. Значит, работа предстоит немалая. Соответственно, минимум, что будет принимать в этом вопросе активное участие. Это связано с инвентаризацией имущества, всего имущества, движимого и недвижимого имущества группов, для того, чтобы мы могли правильно их передать. То есть мы должны иметь четкую картину об объектах, находящихся в пользовании группов. То есть это земельные участки и объекты недвижимости, то есть имущества. Так или иначе, к 2025 году большая часть мупов и гупов превратятся в открытые и закрытые акционерные общества. Они потеряют часть господдержки и будут вынуждены работать в соответствии с требованиями рыночной экономики и под более тщательным контролем. Тем самым должен решиться вопрос их рентабельности. Муслим Ганиев, Ахмед Гандаров, Новости 24.